всем привет с вами снова я мастер чу и сегодня мы поговорим с вами о таких заметал о таком замечательном классе как из и кто такие с и зачем они появились откуда в каких пачках нужны в каких не нужны и вообще все что связано с этим классом а для начала хочу просить вас поставить лайк этому видео прокомментировать но и обязательно рассказать своим друзьям если у кого-то есть крутые видео монтажеры кто умеет монтажить круто именно круто контент связанные с компьютерными играми то пускай посылают мне свои работы на почту next rs 159 собачка mail точка ру ну либо в дискорд в личку также я рассмотрю всех и каждого и возможно наше дальнейшее сотрудничество а сейчас мы поговорим об иса кто это такие если вы игрок c2034 интерлюды и так далее для вас удивительным будет являться данный персонаж объясню почему потому как раньше все баферы были очень сильно различные то есть варки это были определенный класс до пашки были нужны тоже для чего-то в пойти бдс весы и так далее то есть ранее для того чтобы вам комфортно качаться даже сейчас например на классике вам нужен очень неплохой такой трейн с баферами то есть это например ппс всбд возможно даже еще варк коневод кота вот и так далее ну то есть различных вариаций очень много сейчас же с начиная с не так уж давнего времени появился такой класс как иса что это означает это означает что любой персонаж после 85 уровня который являлся ранее бафером теперь после перерождения стает скажем так ультимной ультимативной версией и почти что каждый из идеален для любой ситуации берут ли и совпаде да обязательно наберут с 85 уровня все заходы в по тем же сам инстам в обязательном порядке нужен из естественно если вы конечно можете обойти как либо баф до 94 уровня то вы можете там избавиться от и со скажем так и взять на 1 дамагера больше но в любом в любой полевой ситуации как минимум оконный из у вас должен быть в идеале у вас должен быть хороший человек то есть как кто играет на и си это должен быть живой из это не должно быть оконным персонажем и он будет давать вам усилением то есть одной из главных отличительных черт данного персонажа является то что он дает усиление всей группе начнем с пмпм и есть у каждого и со могут они немножко отличаться там с очень высоким уровнем но тем не менее поэмы это основные четыре бафа которые улучшают вашего персонажа и вешаются на него на 29 ну то есть 30 минут также еще имеются санат и санат и это три бафа дополнительных которые навешиваются на 4 минуты и каждый из должен обновлять их раз в 4 минуты то есть это по факту две группировки бафов одни поэмы одни санат и ну и также есть еще резисты также еще дополнительно 3 резиста и не стоит забывать про гармошки что такое гармошки гармошки это бафы то есть в моем случае это гармония берсерка либо гармония мага либо гармония щита и данные бафы немного отличаются и каждый подходит либо под свою ситуацию либо под свой скажем так класс то есть но обязательно учитывайте этот момент и спрашивайте кому и что нужно то есть если нужна гармошка например на скорость отката скиллов до чтобы кто-то что-то быстрее откатил то нужно бафать мага если еще что-то нужно то тоже также что-то нужно бафать и это это замечательно далее по моему всех из исов имеется такой скилл как рапсодия рапсодия это если кто-то играл вов да то это по факту очень сильное ускорение на 30 секунд это как героизм world of warcraft а он увеличивает очень сильно статы ваших сопартийцев и соответствии с этим усиляет группу так вот а сейчас собственно продолжим про разговаривать о нашем персонаже это что за про папа папа было я не знаю что ему прокачивать что ему одевать и нужен ли он вам вторым окном вторым окном если вы играете соло с любым другим персонажем он крайне необходим но серьезно и если вы собираетесь два окна качать кого-либо с кем-либо то в любом случае и собрать стоит далее в party нужен или нет во всех инстах обязательно на качи нужен или нет на любом качи обязательно если вы не хотите заморачиваться и допустим левать спать и и после этого инвайтить его на баф то я бы рекомендовал вообще чтобы из всегда был впать как минимум него есть замечательный скилл подхиливания то есть вы подхиливаете себя и тех те цели которые стоят рядом с вами то есть смотрите сейчас что произойдет баф и хилл замечательно далее что еще интересного здесь есть любой из обладает очень большим количеством контроля и очень большим количеством защитных обилок что это означает у него имеются магические умения то есть он может превратиться в камень в этот момент его не выделить и по нему наносят атаки только ауе скиллы также он может превратиться в милую хрюшку либо превратить в животных всех вокруг также имеются корни масс корни ну и и прочее то есть этот этот класс он как усиляет группу так и ослабляет противников вокруг то есть в идеале как выглядит бой то есть к примеру если вы стоите на споте да вот здесь где окошко статус персонажа стоят мобы и ваша группа стоит вот здесь и фармит то вам необходимо сдать баф чтобы он всегда был на вашей группе после чего вам необходимо с помощью скилла подкат подкатываться туда сдавать 2 ауешки и отходить то есть это позволит вам выживать во первых во вторых дебафать группу противника ну и в третьих ваши сопартийцы будут гораздо гораздо быстрее уничтожать тех или иных противников нравится мне этим персонажем играть или нет чисто мое субъективное мнение если бы у меня не было main персонажа то блин я бы наверное is a выкачал быстрее чем разбойника правда потому что необходимость в группе того же самого ножика крайне мало а вот необходимость is a чрезвычайно высока далее продолжим что необходимо экипировать данному персонажу кто-то думает что его необходимо собирать в хэйви но это не так идеальный сет для любого is a для оконного либо не оконного это плюс 8 lights и объясню почему потому что если у вас есть плюс 8 lights это это сокращает вам откат ваших же спеллов то есть и чем чаще вы будете давать рапсодию на группу чем чаще у вас будет возможность скидывать например про пророчество могущества если вы играете за пп до тем лучше вам же будет и вашим сопартийцам то есть тем что вы сможете рапсодию откатывать быстрее вы возможно за тот или иной бой сможете сдать ее 23 возможно четыре раза далее кроме сета с чем ходит некоторые ходят с дуалами некоторые ходят с одноручной пушкой и щитом но скорее всего все эти варианты для is a подходит все будет зависеть от того какого именно из а вы выберете будет это пп или будет это бд варки так далее у каждого из этих классов то есть из изов переродившихся из обычных булок скажем так ну то есть персонажей которые имели схожие с текущим статусом бафером у каждого из них есть свои особенности но я бы выбрал на самом деле качать пп свс и варка вот они прямо очень хороши но и бд тоже очень неплохо разгоняет дамаг то есть здесь уже дело каждого мой выбор это пп далее по заморачиваться тем или иным талисманом можно но с особо высокого смысла ну я честно не вижу очень неплохо на любом и все смотрится футболка сияющей магией то есть это инхасад плюс 10 ну что вы как минимум сможете фуха пмп цп себе сделать и в каких-то критических ситуациях взять и заристорится то есть восстановить себе этих и пмп цп также есть еще дополнительно в инстаг когда у вас группа очень сильно проседает то вы можете попросить свои же сопартийцев вас убить под бафом когда вы встаете до с этой рубашки в основу будет фуха пмп цп это такой небольшой лайфхак собственно далее что еще из интересного по поводу бижутерии бижутерия здесь не носит прям сверх такого прям сверх нужного характера можете одевать все что вам необходимо но единственное старайтесь также делать откат спела по выбору не тех же самых доступных очков у меня на данный момент прокачка идет именно вот таким вот образом я стараюсь прокачать свою ппшку так чтобы она была живучая чтобы у него был откат скиллов хороший ну и на самом деле мне просто в какой-то момент посоветовали сделать именно так что еще могу сказать поводу и совмей нить его возможно да возможно если вы занятой достаточно человек и допустим у вас есть такие моменты как что вам нужно отойти срочно от компьютера дата играя данным персонажем это наверное единственный персонаж в текущей версии lineage 2 который может себе позволить забавить party и отойти ненадолго от компьютера на две-три минуты остальные же очень очень сильно привязаны к собственно действу которое происходит в том или ином инсте из полезных макросов что можно сделать на из а первый макрос самый полезный это шдм то есть вы будете прожимать шдм с необходимым делаем то есть вы юзаете шдм слэш и юзаете слэш делай прописываете ну чтобы раз в определенное количество времени этот шдм оставался это позволит вам в той же самой карте либо в любых других подземельях просто стоять в шдм и не заморачиваться то есть вы поставили на шдм и отошли далее что еще есть из удобных макросов примеру у меня был я не знаю сейчас он имеется или нет если имеется ему покажу да вот он это очень интересный макрос как он работает так 5 5 5 6 5 7 нет это не он так 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 вот он вот вот этот макрос почему его так сделал и прописано таргет на ник вашего основного персонажа потом еще раз таргет на вашего персонажа чтобы он кляпнулся скажем так чару и бегал постоянно за ним после этого ассист на этого вашего персонажа после чего used 3 скиллов один скилл это подкат 2 скилл это атака дебаф и 3 скилл это также дебаф противника как будет выглядеть этот макрос этот макрос будет выглядеть так что вы постоянно будете кляпнуты к своему мейн чару то есть например вот к этому да и когда вот этот мейн чар начинает атаковать противника одну цель либо несколько ваш персонаж будет юзать 3 спела после чего сразу же обратно кляпаться на вашего персонажа как только вы за мейн чара которым фармить и выберите противника убьете его я крайне рекомендую после этого сразу же таргетить себя чтобы ассист не перескочил у вашего окна у ппшки да и он удачно закляпался на вас это с точки зрения именно использование данного персонажа как окна далее для некоторых будет очень удалось удачный макрос это full баф не знаю как вам ребят если вам нравится делайте но мне почему-то на и все когда я за него играю очень нравится прожимать по отдельности руками каждый баф и прям ну ты вы же в любом случае до находитесь вот на этом окне когда бафаете может быть конечно вы можете сделать это все на абсолютную автоматизм и у вас тоже будет все очень круто но на самом деле здесь мы очень долго разговариваем по особенностям данного чара нужен везде берут везде играть мейн чаром возможно дорогой или нет по эквипу нет недорогой как видите я 101 level я его вообще никак не пустил и точно так же я могу сейчас со своим вот этим 101 пп зайти в любой пак на кач и не особо заморачиваться что он у меня полуголый где-то как-то будет отлетать в этом ничего страшного абсолютно нету поэтому с точки зрения вложений данный персонаж идеален и пользы party также если вам понравился такой мини обзор данного класса то пишите комментарии возможно следующий раз мы перейдем к следующему персонажу ставим лайки и комментируем но обязательно подписываемся на канал всем спасибо и пока пока